В подмосковной Вантеевке девочки жестоко избили свою свершницу. Ей наносили удары по голове, лицу и выдирали волосы. Все происходящее они снимали на мобильный телефон, а позднее это страшное видео выложили в интернет. Наш корреспондент Денис Ведоненков попытался разобраться, кто бил, почему и в каком состоянии сейчас находятся участницы неравного боя. Вот так вот этим кончается, когда меня люди трогают. Кадры жесткой расправы подростков облетели весь интернет. Несколько школьниц из Ивантеевки избивают свою сверстницу. Делают это изощренно. За кадром язвительные комментарии. Жертва буквально молит о пощаде. Уговоры бессмысленны. Видео явно не для широкой аудитории. Из триумфальных кадры превратились в оперативные. Без любви, как оказалось, не обошлось. Предположительно, девушки повздорили из-за молодого человека. Потерпевшая якобы увела парня у одной из участниц расправы. Историю наверняка бы замяли, если бы в полицию не сообщили врачи больницы, куда доставили потерпевшую. Дежурную часть муниципального управления МВД России Пушкинская поступила информация, что в центральную районную больницу доставлена ученица одной из местных школ с следственными повреждениями 98-го года рождения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Общаться с журналистами фигуранты дела не спешат, а вот разговоры с прокуратурой им не избежать. По информации, размещенной в СМИ, следственными органами незамедлительно организовано проведение проверки. В настоящее время принимаются меры по установлению личности потерпевшей, а также лиц, участвовавших в нанесении побоев. Конфликт, впрочем, быстро перекочевал в виртуальную плоскость. Получилось чуть ли не стенка на стенку. А сколько лет девочкам, так называемым, которые не имеют никакого права калечить человека? Бедные родители. Представляю, каково им сейчас? Все равно слабо. Это не первые побои с их стороны. Все мамочки улаживают через знакомых. Все обещают наказание, но ничего не делается. Участники дискуссии не стесняются в выражениях и даже грозят друг другу новыми расправами. Потерпевшая, проведя несколько дней в больнице, выписана домой. Судя по ее странице в социальной сети, комментарии она все-таки читает. Елена Светоненков, Матвей Шестаков, Марина Карахончева, ТВ-Центр.